Доброго времени суток. Сегодня на канале пятерка лучших исторических анекдотов про Александра Пушкина. Однажды один знакомый офицер по фамилии Кандыба попросил Пушкина. «Скажи Пушкину рифму на рак и рыба». «Дурак Кандыба», — отрезал поэт. «Нет, не то», — сконфузился офицер. «Ну а если рыба и рак?» Кандыба дурак, — подтвердил Пушкин под общий смех. Однажды Александр Сергеевич ужинал у одного своего знакомого. «Как вы находите это вино?» — спросил хозяин у Пушкина. Вино было невкусным, но Пушкин из вежливости сказал. «Вино хорошее». Обрадованный похвалой хозяин радостно воскликнул. «А поверите ли вы, что еще шесть месяцев тому назад его было совершенно невозможно пить?» «Конечно, поверю», — ответил Пушкин. Пушкин говорил про Дениса Давыдова. Военные уверены, что он отличный писатель. А писатели про него думают, что он отличный генерал. Однажды Пушкин письменно обратился к издателю с просьбой выслать гонорар за стихотворения, которые были напечатаны в его журнале. Издатель письменно ответил. «Когда желаете получить деньги?» «В понедельник или во вторник?» «И в силе 200 рублей вам прислают разом?» «Или пока только 100?» На этот запрос последовал лаконичный ответ. «Понедельник лучше вторника, тем, что ближе. А 200 рублей лучше 100, тем, что больше». Однажды Пушкин сидел в кабинете знакомого графа и читал книгу. Граф лежал на диване. А на полу около письменного стола играли двое его детишек. «Саша, а скажи что-нибудь экспромтом», — попросил граф Пушкина. Пушкин, не задумываясь, с кроговоркой ответил. «Дети на полу умный лежит на диване». Граф обиделся. «Вы слишком забываетесь, Александр Сергеевич», — строго проговорил он. «Ничуть. Но вы, кажется, не поняли меня. Я же сказал, дети на полу, умный лежит на диване». Если вы знаете другие исторические анекдоты про Александра Сергеевича, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!